В 2010 году, как мне тогда казалось, самый неподходящий момент накануне моего дня рождения, наш клавишник сделал подарок не только для меня, но и для группы. Он заявил о своем уходе. У нас приближался концерт, надо было как-то его играть. Естественно, брать нового музыканта мы бы просто физически не успели его подготовить, новый репертуар. И мы пришли к выводу, что давайте попробуем, наверное, возьмем порт в студию, портяночку. Я туда сам запишу все клавиши, и мы ее будем использовать на концертах, как и многие группы используют уже десятки лет. Тот же Nightwish, например, известная группа, у них половина партии прописана в портянку. Таким образом, в нашей группе появилось неодушевленное существо по имени Женя. В принципе, самая основная работа получилась у нашего барабанщика, потому что ему приходится ее включать. Он играет теперь в наушниках под клик. Ну, в принципе, вот так все и происходит на концертах. Мы не слышим о метроном, слышит его только он. Это надо какую психику иметь, да, вот выдержку, чтобы весь концерт на удара часа тебе долбит в ухо дятел. На одно деление метроном, вот этот метроном, на одно деление ошибся и все, получается, вся песня на смарку. То есть подкладка заиграет не там, где нужно. Вот, поэтому первые, наверное, три концерта я пострадал, вот так вот, весь скованно. Потом вроде уже привык. И, естественно, в зале толком я ни хрена ничего не слышу, кассежу играю. Потому что уши, в левую у меня метроном, в правую клавиши. Хотя есть небольшая хитрость. Я иногда убираю одно ушко. Весь новый материал на репетиционной базе нам приходится отрабатывать следующим образом. То есть, как правило, Михаил сначала придумывает музыку, разбирается партии барабанов, бас-гитары, забивается клавиша в протостудию. Я обычно приношу на репетицию, ну, такой полуфабрикат. То есть есть музыка, есть вокальная мелодия, но нет слов. Надо что-то петь. Придумывается некая рыба на псевдоанглийском языке. То есть в нашем случае это какие-то английские слова, которые, как правило, между собой ничем не связаны. Беру листок и пишу разные, там, не знаю, словосочетания английских слов. Такие там какие-то, лишь бы они были созвучны и хорошо ложились на слух. То есть русский речь меня покинула, была лайка три струна. Примерно что-то в этом роде. Почему именно английский язык? Просто если ты начинаешь писать рыбу на русском, она настолько прилипает, и через какое-то время она тебе кажется текстом. Иногда есть желание перейти на рыбу во время концерта. На то время, когда вышел первый альбом, моя любимая композиция была... Вот, кстати, надо вспомнить, какая она была. Теория хаоса. Вбалдела от этой вообще композиции. В втором альбоме «Новы надежды свет». Простенькая, нелогичная. А сейчас бомба реальная, это на войне. На войне забыт судьбой Безоружный бог На земле неравный бой Будет врат жесток И на рассвете Залпы в небе Ну а потом покой В целом, если наше творчество посмотреть, оно доброе. У нас песни все такие вот о добре. У нас нет песен, которые заставляют тебя взять штуки, какие-то топоры идти, не знаю, крушить, ломать, бить приезжих или еще чего-нибудь. Четыре сумасшедших человека До сумасшествия, опять же, влюбленных в музыку, в кураж, которые делают это настолько искренне. То, что мы просим на концертах за наше выступление сейчас, просим это мы не для себя, не для того, чтобы пойти потом эти деньги пропить. Все это делается для того, чтобы кураж же опять, как группа уже, двигалась дальше. Потому что других вложений у нас нету. Все, что делается, это делают эти четыре человека, сами для себя. Короче, нам хорошо вместе. Когда наступит день, лунный прольется свет. Я отыщу в себе ответ, что мне считать судьбою. От заката до зари с тобою. Птица-ночек, но тебе открою. Дай мне крылья улететь, дай увидеть и прозреть. На вопросы дай ответ, зачем я здесь. Во дне увидел свет. Еще с советских времен у многих далеких от рок-музыки людей сложился ряд стереотипов относительно рок-музыкантов и их творчества. Кто-то считает, что все рокеры – наркоманы, призывающие к насилию и разврату. Из-за яркого сценического имиджа музыкантов их часто считают либо представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, либо сатанистами. Гранд Кураж по праву можно назвать одной из групп, разрушающих подобные стереотипы. Ребята ведут здоровый образ жизни и практически все уже обзавелись семьями. Бас-гитарист группы Павел Селеменев скромно поделился новостью. Совсем недавно он стал папой. Рок-музыка, как и любой вид искусства, может быть и созидательной, и разрушительной. Этот музыкальный стиль настолько разнообразен, группы, исполняющие эту музыку по энергетике и смыслу творчества, настолько отличаются друг от друга, что вешать один общий ярлык на всех просто нельзя. Гранд Кураж умело сочетает рок-н-рольный драйв и лирику, мощь, энергетику тяжелого металла и мелодичность. Группа держит марку и успешно идет вперед. Только вперед, разум зовет, Снежные пури, янтарный песок, Вечное небо, голос веков, Там высоко. Только вперед, сотни дорог, Есть путь на запад и три на восток. Время свершений, тайная груз. Все это Русь!